Время подошло, давайте мы сразу начнем, потому что время. Уважаемые друзья, сегодня у нас сейчас следующая встреча депутата Государственной Думы Российской Федерации Арефьев Николай Васильевич является первым заместителем Комитета по национальной политике Государственной Думы. Значит, я сразу договоримся, значит, как я уже ранее сказал, значит, поднимается, вопрос задает, представляется, значит, так, и четко сформулируется. По экономической политике. Прошу прощения, не национально, по экономической политике. Поэтому мы начинаем сегодня встречи с предпринимателями из публики Комит, которые сегодня пришли, выслушать Николая Васильевича, значит, и, естественно, конечно, задать те вопросы, которые вас интересуют. Договорились? Вперва, значит, вступительное слово Николая Васильевича, потом начинаются вопросы. Все, Николай Васильевич, пожалуйста. Здравствуйте всем присутствующим. Бухукова Виктория Анатольевна. Хочу сказать о наболевшем. Наш поселок находится в двух километрах от города Елисы. Мы являемся частью города Елисы. Но на сегодняшний день у нас остро стоит вопрос с водостом в районе. К сожалению, воды нет. В 2020-2021 год нам другое обещают. Вот у меня есть мои обращения, есть обращения администрации, МЭИ, Министерства юридических коммунальных и хозяйств. Но пока дальше обращения это не уходит. Хотя я в свое время обращалась к Кутлину в 2016 году, в 2015 году обращалась к правительству нашей республики. Ну вот пока все так печально. Вчера буквально 3 часа сама засекла время. Я искала водовоз. Для того, чтобы детям просто в бассейн воды набрать. Это ужасно. Родники пересыхают, зима. Ой, зима прилито и воды нету. Воду водовозить вам машину? На сегодняшний день у нас работают в поселке 5 частных водоводов. Два от них поломаны. У двух водоводов родники пересохли. Вчера еще была проблема с какого? Называется, белая вододопорная башня. У них там какая-то протечка была. Даже в городскую воду я не смогла заказать. Я извиняюсь, конечно, что это эмоции. Не постирать, не приготовить, не нужно. Извиняюсь, но это невозможно. 21-й день в дворе. А мы живем как в пещерах. С бассейна вода тускаем бедрами. Потому что это вообще невозможно. Я одинокая мать, боя детей. Один из детей инвалид. По-моему, что когда-то водопровод был, то ли нет? Водопровод был до 1991 года. В 1991 года водопровод сломался. Потом, я не знаю, какими силами. Или частными, или физическими, или еще поднимет. Его просто демонтировали. Как сказали, впоследствии металлуром. Быстрее всего ушел куда-то. А новый водопровод, на сколько там его начали? Новый водопровод сделали в поселке Солнечный 3,6 километров. В поселке Аршан 3,3 километра. На сегодняшний день разработаны второй и третий этап. Где 19 километров в общей сложности. Ну, наша администрация почему-то затягивает. Хотя, республика Калмыкия деньги выделила. Город и листа, в принципе, тоже. В последнем чтении бюджета они рассмотрели. И деньги нам выделены. Получается, 50% дает республика, 50% дает город. Деньги выделены. Управление строительства на сегодняшний день разрабатывает. Образовывается с городом. Образовывается с городом. Мы находимся вот в 2 километрах буквально. Считается город. 1300. 3,5 куба. Этого водопровода нам хватает буквально, ну, я не знаю, в городе Живей, да, по счетчику платье. Хорошо. У вас 3,5 куба сзальто уходит, наверное, куба 6, 7, 10. В зависимости от количественной семьи. Я поселую семьи, может, раз в 3,4, как раз, ну, мужик. Викторик, а вы скажите, пожалуйста, а вот здесь вот с листы вы берете воду, да? Заказывают воду? Мы заказываем разную воду. Есть родники в поселке Алла-Ла, есть родники. И сейчас, в последнее время, я беру батулинскую воду. Ну, не знаю, так она называется в простонародье, батулинская вода. Да. С бургусты привозят. Бургусты. Ну, скорее всего, батулин грибатизировал на людей. А вы не узнавали, почему все-таки с таким темпом не строится водовод? Если деньги выделены... А у меня сейчас есть аужево связь, я только что пришла, у вас я была в управлении строительства. Ну, мне все, уже два года в «Давтраками-коме» есть. Когда выборы у нас были? Ну, они что-то делают или нет? Или сообщение? Ничего не делают. Вот все ничего. Вот сделали в 19-м году, и все, в 19-м году ничего не делают. Выборы были, получается, в 19-м. В 19-м. Ну, вот, они, получается, перед выборами нам доделали все. Первый этап. И на этом все закончилось. Первый этап. Первый этап. Второй, третий, и все. Когда 19 километров на их следующий этап, то они сюда не приступали? В 19 километрах не приступали ни второй, ни третий этап. Я не знаю, когда это будет. А в тех водопроводах, которые по первому этапу они сделали, там вода есть? Там вода есть. Там вода есть. То есть, а уже в другой этап попали? Там, получается же, идет начальная, ну, начальные улицы, получается, там есть уже вода. Хотя на тот момент была в 18-м году в Министерском ЖКХ Ткачева. У меня была прямая линия с... Был представитель от Путина, не помню, какого фамилия. С нашей стороны был Батмаев на тот момент. Вот в Белом доме заседали, не помню, столько пунктов в кабинете. Я сидела в Беляево. Батмаев был на втором этаже. И председатель, представитель Путина в Москве. Они тогда прям честно клеветь, что 31 декабря 2019-го, года Леночка, уже мой коллег, не буду резать. По сейчас году Леночка. Ножницы приготовила, лежат. А сколько надо километров провести? 19 с половиной километров. 19. Да, получается, уже подсоединились к этой белой водонапорной башне. А теперь нужно провести по самому... А, нет, грубо... Так, сколько здесь? А здесь они не пишут. Ну, вроде бы, если не ошибаюсь, 19, могу ошибаться. Или, может быть, 19 километров – это второй этап, третий этап, еще там сколько-то километров. Ну, просто, если бы они провели хотя бы второй этап, это уже 70% получается поселка с водой. И самое главное, в этот второй этап входит у нас школы, две, детский сад, тоже два детских садика. У нас вот на сегодняшний день даже школа и детский сад находятся без воды. Амбулатория? Амбулатория, почта, все вот такие организации у нас нет водопровода. А как вот в школе горячее питание? В школе горячее питание – это привозится вода, также заказываются водовозы, очищаются, фильтры стоят. В садике тоже, знаю, фильтры стоят, потому что наоборот, в садиках реклама аквафор. Потому что у них вода, получается, в бассейне чистится аквафор. А на сегодняшний день у вас проблемы появляются в связи с тем, что, например, у вас эти водовозы, которые 5 водовозов, они, в принципе, не в силах справляются с этой ситуацией, да? Они, да, потому что население 4 тысячи жителей, и на них всего у нас 5 водовозов. На сегодняшний день сломаны, да? Два на сегодняшний день сломаны. Потому что я вот две недели ждала одного, вот все время, который мне привозится, но до сих пор не выздоровел. Сначала уже на воду, а теперь опыт боял. А у нас выходит, что на годы мы тратим больше денег, чем на свет или на газ в ленинг-период. Три водовозов, у меня маленькая семья, нас трое человек, мы ему 3 раза в месяц заказываем воду. И 3 900 выходит только на воду. А сколько стоит вода? 3 300. 1 400? Нет, 3 300, это стоит 3 куба. 3 куба. Ну, 1 водовоз. 1 водовоз, 3 куба. Ну, там 3-3 вместе, я не знаю, мы замеряла, какие-то почки. Значит, где? Алиска. Мой адрес. Город Ириста, поселок Харшон, улица Мира, 56-2. Я вот сегодня в управление строительства пригласила к себе на неделю пожить в полном составе. И в наших условиях потаскать воду. Придут? Нет, не придут. Нет, ну я, конечно, утрирую. У меня, конечно, стоит моторчик. Естественно, я же не напрягаю своих детей, потому что одинокая мать, я не могу детей заставлять, так сказать, воду. Это мы в детстве носили ее. Я поставила моторчик, но, тем не менее, вода проблема, во-первых, во-вторых, моторчики часто ломаются. Потому что жёсткая вода, в каждой местной ситуации. Хорошо, спасибо. Конечно, при такой жире соседние наши регионы, Ставрополь и Ростов, они воду нам не дают, потому что им не хватает самим, своим жителям. И у нас эта проблема возникает. Мы как бы стараемся этот вопрос решить, но, к сожалению, вопрос по водоснабжению находится контролью, значит, правительства Российской Федерации и других, значит, отраслевых министерств. Ну, два года, мы только слышим обещания. По крайней мере, эта проблема, она стоит всё время, но, к сожалению, ВОЗ и ныне там. Поэтому, друзья мои, если есть вопросы, давайте мы начнём от предпринимателей, которые сегодня здесь присутствуют. Пожалуйста. Или выступление. Или можете выступить. Пожалуйста, как-нибудь пройти сюда. Ну, уж не обязательно выступление, просто разговор с вас. Спасибо большое за внимание. Добрый день, Николай Васильевич. Привет, вам приветствую вас. Здесь у нас на Холмутской земле. Я являюсь руководителем оригинального отделения общественной организации, предпринимателей опоры России. У нас в республике порядка 9000 субъектов МСП. Но все говорят, что это малое и среднее предпринимательство. Но много там называют МИК. У нас на самом деле из этих 9000 субъектов МСП 8800 – это субъект микро предприятия. Критерии, ну, критерии – это до 120 миллионов оборотов в год, да, и до 15 человек численности считают, соответственно. Это то, что у них малое – это от 120 до 800 миллионов оборотов, да, и среднее – это до 800 миллионов оборотов и выше. Так у нас малых всего лишь там порядка 150 предприятий. А средних предприятий у нас всего лишь 7000. То бишь говорить об этом сегменте нам надо, непосредственно у нас к кому-то, это говорить именно о микро-сегменте. Из этого микро-сегмента у нас от 8000 до 800, то бишь это вообще круто, да, чем, соответственно, больше предприятия, тем мы и будем устойчивы, тем, соответственно, чем меньше, соответственно, все такие кризисные внешние факторы, она влияет на имитарь. То бишь выручка всегда уязвимая, соответственно, все какие-то такие факторы, которые сейчас сыграли, там, в пандемии, локдаун, да, соответственно, она полностью, она не просто там чем-то задевает эти сферы, она полностью добивает вон из-за этап этого как-то. И да, правильно, конечно, потом говорят вверху, то, что эти же предприятия быстрее возрождаются. Да, они быстрее возрождаются, но когда есть условия для того, чтобы развиваться. Чисто психически, ну, психологически люди могут потом уже туда, соответственно, с этих 9000 у нас с порядка больше, наверное, 50% как раз таки в сфере сельского хозяйства, есть, ну, у нас в основном, это, конечно, животноводство, а остальная часть – это сфера услуги торговли, да, ну, просто сосредоточено в основном городе как раз. И из этих вот 3 тысячи сельхозников как раз таки большая часть страдает сейчас от такой серьезных проблем у нас экологически пустынной. Вот в этой части, да, я хотел бы доставить слово у нас, если можно, не было, конечно. Конечно, конечно. Он, Константин Иванович, он является у нас как раз таки в опоре России руководителем сельхозкомитета. Константин Иванович. Скажите. Бельбеев? Да, константин Иванович. Я в последнее время, вообще-то я не публичный человек, но жизнь заставляет. Это первый раз, эти пенсионеры со мной за первое время я там лекции читал, но кто будет у них интересен. Сейчас коммунисты. Хотя я сам единственный раз был членом КПСС и то под автоматом доставили, потому что поставили руководителя в 1970-е годы. И я был только в одной памяти. Но это к слову. Я сейчас являюсь председателем ассоциации предприятия «Аграде с архитом эллигерацией Юга России». Там ходят шесть субъектов и те предприятия, которые там работают по этому вопросу. Но работают сильно сказано. Сегодня проблема о пустыне не только коммунке. Я 16 лет работаю в управлении главкой «Чёрных земель» по восстановлению «Чёрных земель» и «Хозяйских патрищ». Всего 35 лет у меня сельскохозяйственного стажа, а 1 июня 50 лет трудового стажа. Но я убеждаюсь, что мы что-то не туда идём, и куда мы пройдём, неизвестно. С этой властью, которую сегодня руководит не только нация Россией, республикой и так далее. Я вам помню, что вот эта проблема о пустыне – это юга России. Шесть субъектов Российского Федерации уходят к нам. В апреле месяце две недели я был в Москве с этой проблемой. Сделал выступления, подготовил, проспекты сделал, всю историю этого предприятия нашего управления. И что вы думаете? Я неделю не мог попасть в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Те мои друзья и знакомые, которые работали, их уже нет. И повыгоняли одна молодая семья. Допрос устраивает. Зачем, кому и почему. Это я, почётный работник сельского хозяйства Российской Федерации, 35 лет стажа, не могу попасть в здание Министерства сельского хозяйства. Ну и что, неделю поторчал, пошёл в Госдуму. Ну хорошо я туда прошёл. В аграрном комитете собрал депутатов Астраханской области, Дагестана, Ставропольского края, Калмыкии. Провели заседание, я им рассказываю. Они тут же при мне написали письмо Патрушеву, чтобы он принял меня, как от Госдумы. Ну я два-три дня подождал, нет результатов, повернул и уехал домой. У меня денег нет, и в Москве. Приехал домой, помощник звонит, вам назначена встреча. Я говорю, я уже дома, ну давай, приезжай. Через два дня я был там, пришёл помощник. Уже на проходной лежит пропуск на меня. Всё, захожу, помощник говорит, министра нету, первого зама нету, они командироков. Они поручили встретить вас двух директоров департамента. Растеньевство и миллиарда. Я говорю, ну и так пойдём. Ну что, пришли, молодые люди, билеты очкают на меня, смотрят. Вообще ноль, даже не знаю, где находится на сурье, и где чёрные земли, и гизарские пары. Единственное, пустыня. Целый час я ему лекцию читал, оставил пакет документов со всеми писаниями и так далее. Я его руководству передаю, раз вы там сами ничего не делали. Единственное, что я с ними делал, на память сфотографировал. Это они могут. Ну ладно, чёртким. Приехала тишина. Ну потом звонят через неделю. Первый зам сказал, напишите приветственный адрес. Я книгу пишу о главке Чёрных земель. У нас была история богатейшая. 52 предприятия к нам входило в 6 субъектах Юга России. Подчинялось калмыкии. В 1971 году это управление было открыто благодаря Гордыркову Васану Батвиновичу. Это первый департамент Министерства сельскохозяйства российской федерации, который находился в субъекте, а не в Москве. Здесь. И подчинялись весь юг России к нам подчинялся. Это богатейшая история. Ну удачно в 90-е годы это всё похоронили. Но в управлении до сих пор живу. Я был начальником управления. 16 лет там работал. И чё? Они просят мне на мою же книгу, которую я делаю, чтобы я написал приветственный адрес. Ума не мотает. Пару слов благодарственных написать. Это как понять. Ну написал я, отправил меня. И до сих пор молчал. Потом звонит. Проблема страстная. По пустыне. Минводов мне звонит. Приезжайте в круглый стол. Будет. Там мы вам даем выступить. Выступление подготовить. Хорошо. Приезжаем в Минводе. Два дня там поболтался. Никакого круглого стола не было. Выставка была. Все. Все ждут, когда нас барин приедет по атмосу. Приехал. На полдня опоздал. Пять минут поздравил. Всех замок к себе. И уехал с губернатора Савропольского края. И все. Круг нет. Нету круглого. Я этим передам оборудовал. Ну что. Все сломали. Все. Перевернули. Пошли вы. Повернулся. Я уехал. Единственное. Когда уезжал. Подъехал. Первый зам. Готов. Я говорю. Джамбулат Кизирович. Проблема же. Говорю. Все. Все. Мы через две недели к вам приедем. В коммунике. Проблема действительно. Ага. Мезрегерна. Мне надо ехать. И так далее. Месяц проходит. Он едет. Это как? Понять. Я не знаю. Чем москвитом занимается. Без понятия. Охраны понаделают. Чего там. Минсельхозе. Ценно. Есть что-нибудь? Хрен. Зайдешь туда. Специалисты там очень ценные. Да. Пацанов по наставили. Они всегда ничего не знают. Они приезжают в нашу Калмыкию. Раньше. Я вот. Я смотрел вам. В 16 лет работал. К нам. В 15 лет. Один раз. Первый раз. Приехал. Директор департамента. Был у нас. Путякин. Так он. Ночью. Поляк езжал. Смотри. Мы парами светили. Ну какого-то человека. Интеллектуалом было. Да. И он помогал. Действительно. Бах. Его сняли. Команда другая пришла. Команда пришла. Но другая команда пришла. Приезжают сюда. По три дня в гостинице сидят. Не удосуживаются прийти в управление. На два предприятия здесь. Российских. Наших. Здесь. Три дня в гостинице сидят. А он на предприятии познакомится. Посмотреть на людей. Не пришли. Вот такие вот руководители сейчас. Россия и правят. Проблема страшная. Дагестан. Чечня. Ставропольский край. Астрахань. Калмункия. Это наш субъект. Который уходит к нам. Песок. Я вот говорил. Когда в Краснодаре. Астас там выступал. Я им говорю. Вы. Начнете кричать. Когда пыльные бури. Калмункия. Накроет Краснодар. Ставрополь. Ростов. Вот тогда вы запоете. А сейчас тишина. Никто. Проблема страшная. Я вот. Завтра вчера ездил. На той неделе ездил. Объезжал в Черноземельский район. Это мой родной район. Я там в двух совхозах был директорами. Я всю жизнь директором работал. В Арктизиане. Клинговод Черноземельский. Я не просто так говорю. Через меня все это пошло. А никто сегодня решать не хочет. Раньше я не хвалю. Как уже наше то государство. Но. Оно выделяло деньги. Первая генеральная схема была. Да. Совет министр. ЦК КПСС. На плену этот вопрос заслуживал. Дал задание Советный министр в СССР. Все. Разработали программу. С 1986 года начали разработать. В 1989 до 2000 года. Программа. Генеральная схема. Отличная программа. И. Закрепление Пескового. Улучшение деградированного памяти. Строительство животного помещений. Самое главное. Обводнение. Отличная программа. Три с половиной миллиона по тем деньгам было заложено. И так далее. Ну и что. Страна там в угол и так далее. Всего лишь 32 процента было выполнено этой программе. Ну и то. Из 600 тысяч открытых Песков осталось 240. И третий. Нормально все. Ну не хватило. Начали бегать. Вторая программа. 2002-2005. Повышение плодородия России. Все. Бегали-бегали. Выделили там. 684 миллиона рублей на эту программу. 9,4 процента всего дали. Похоронили эту программу. И соответственно похоронили все наши предприятия. Вот эти 52 предприятия. Умерли. Нету денег с ним. Третья программа. Развитие миллиардации. То есть это. Сохранение и восстановление сельскохозяйственной памяти в России. Тоже хорошая программа. С 2006 по 2013 год. Выделяли с деньгами миллиард 300 миллионов. Ага. Сто процентно выделили все деньги. Потому что. Вот. Я вот не уволюсь. Но. В 2005 году. Помните. Путин приезжал к нам. Да. Я перед этим объехал все субъекты. Все субъекты. Главы субъекта. Они написали письмо. Что эта проблема. Самая такая. Отдали. Путину. Он тут же отдал. Кирса Николаевича. Рядом стоял. Потому что. В тот момент. Он был председателем. Госсовета. Посельскому хозяйству. Решай. И мне доложили. И вы знаете. Эта программа была разработана. Софинансирование субъектов всех. Ну там. 10-15 процентов. Ни один субъект за все эти годы. Не дал ни рубля. Я в Москве еще когда-то сейчас что там ездил. И говорю. Они мне рекомендуют. Вот. Сколько субъект не даст. Столько мы сминосуем. Ни рубля с ним не сминосовали. Я уже издевательствами не спрашиваю. А что же вы так делаете? А мы говорим. Не можно. Потому что. Эта программа. По вашему. Стоит на контроле. До рубля дали. Теперь. Последняя программа развития миллиардов. Она закончилась в 2014-2020 год. Это туристическая программа. Это не программа. Я сам ее разрабатывал в 2013 году. Точнее полгода сидел в Москве. Разработали. Отличная программа. Все. Когда. Дошло до Минфина России. они пересчеркнули и сказали, денег не дадим, переведите на субсидии, и перевели на субсидии, я им доказывал, те землепользователи, крестьяне, в общем, совхозы, сами должны заниматься своей землей, улучшать ее, а получать потом субсидии, я говорю, как они это сделают, когда они дыли, они говорят, вот, надо воспитывать хозяина земли, ну как воспитывать хозяина земли, когда у него карман дырявый, откуда он возьмет деньги, нет, все, все, ничего, эту программу сразу, Волгоград отказался, Ставропольск край отказался, Дагестан отказался, Чечень отказался, Астрахань отказался, наши впереди планеты всей, а по 200 миллионов Калмытия брала, и куда брала, вопрос большой, ну и сидят люди, но факт, что она не работала, эта программа, всего лишь где-то процентов 30 работала, и все, и то работали, вот здесь вот, где-то сидят, я их сам направил в Берегин, в этот, Вестинский район, там пески, технологию показал, все, работали, отлично работали, у них там рядками, лес растет, первый канал я привозил туда, показывал, так далее, все, а те, другие, вообще ничего не едет, деньги в карман, крыша есть, и все, сегодня эти девчатки уголовное дело государство будет, а те смеются, по лесу ходят, как это понять, это власть, и защитить некому, я вот даже первому каналу звонил, говорю, приедьте, снимите, там лес стоит уже, они тоже там команду ждут, нам нельзя, нам это и так далее, и когда же будет это, в портах это кончится, и вот сейчас вот приехал Мишустин, я вот был здесь 3 дня, ХАТО, первый заменитый сельского хозяйства, меня к телу не допускали, хотел серьезно поговорить, у меня есть предложение, как это лучше сделать, Мишустин приеду, близкие не подпускали, что-то говорили ему, он там выступил и сказал, вот надо образовывать центр, научный центр по опустыниванию в этом регионе, в регионе, я согласен, да, сейчас вот разговор идет, в долгоградце открыли в приеме, в институте, научный центр, но они открыли, все не понимают, все начинают включать, ну вот, подготовятся, одеяло на себе оттащить и так далее, не в том дело, они открыли центр научный, по приказу Академии Новых Российской Федерации, это яичневековестная организация, но они далеко смотрят, завтра в постановлении правительства 1 сентября должно выйти, а там уже есть центр научный, они все его узаконят, но с другой стороны, это научный центр, он в протяжении 60 лет в Дни Алмы занимается этим вопросом, два академика пешком всю степь нашу обходили, Петров с Куликом, благодарность мы им дали заслуженного работника республики Алмыкия, заслуженного, все технологии, решения там и так далее, это волгоградство, лучше не придумаешь и нет его, ну хорошо, пусть у них, но я ставлю вопрос, давайте так, они согласны, Беляевый инженеезд от, директор института, Кулик-Академик согласны, так и должно быть, производственный центр надо открывать здесь, здесь он и был, 71-го года, есть у нас наше предприятие ФБЛО, фитомилизация, все согласны, надо здесь открывать, но это должно наше руководство говориться, а у нас министр, 3 дня у власти, а где он раньше был, и правительство, само даже нету, которые по ходу поднимали, вот сейчас надо кричать, а то Дагестан все накричат, к ним привезут, это благодаря городовиковому управлению здесь очутилось, и должны мыло, даже не от того, что управление, раньше при коммунистах, почему все боролись за астраханцы, дагестанцы, хотели на себя это управление, потому что из всего 100% бюджета, который шел в ФБЛО, 48% денег оставалось в республике, а там 26% астрахани, 14% астрахани, 9% астрахани, 9% аурополёт, львиная доля оставалась в 50% у нас, но с другой стороны у нас песка было больше, вот последний, когда я программу делал, в 14-13 году, у нас в республике было 16800 песка, 16800, три массива, которые были по полтора, по две тысячи, и больше, а остальные очаговые построения, да, я в Москве говорю, дайте эту программу, я на пенсию уйду, у нас песка не будет, вот если бы дали, как и было бы, они взяли нашу пенсию, перенебить, было, нету, сейчас у нас песка, я вот с закрытым глазами еду и так далее, смотрю, я вам скажу, не меньше 120 тысяч открытых песков в Калмыкии, правда? Да, а с другой стороны, когда я воевал с ними, когда эти субъекты отказались, от этих денег, да, Москва поставила вопрос, и Халмыкии тоже опять, ну я тоже воевал, я же думал, по уму здесь сделали, однако все, я, у нас технологии есть, это уже научно доказано и так далее, у них, что стопроцентные деньги, которые дарятся, 60% на пустыню, 40% на деградируемое бальбище, это в комплексе должно делаться, если не делать деградируемое бальбище, завтра они пески провожают, вот как сейчас получилось, как засухо, и все деградируемые бальбище открылись, стали песками, никто не знает, никто не хочет вникать от этого, ну что про нас говорить, когда Москва, плевать хотела, 14 мая этого года было ровно 50 лет образования, два в кочерных земли, это передовое укравление, никто не поздравил, даже не позвонил, как это понять, смех, смехом, но так нельзя относиться, это у нас две проблемы на сегодня, ладно, вы эти девчата поднимали вопрос, у нас о пустыне и вода, вот там при этом была Иванова последняя, она просила, я ей сделал концепт обводнения Республика Муния, выкинули и все, а все кричат, они что, только могут кричать, воды нет, песок сыпят, а что делают, предложили. А вот Мишустин был, что-нибудь тут решили? Да ничего не решили, Мишустин вообще, я ему в письмо писал, что ошибочное мнение наушный центр, наушный центр он давно открыл, надо производственный центр открывать, и там я писал, что в этих субъектах надо реабинировать те специализированные предприятия, наши, вот в Томыке три штуки, в Дагестане две штуки, в Астрахани, в Ставропольск, в Крае, агент, они есть на сегодняшний день, есть, мне вот сейчас со странами уже дорога не дошла, но они понимают, у нас единственное из 50-ти год предприятия, а год предприятия у нас сегодня есть, и существует, это Дзензелинский МЖС, там руководитель работает, директором 24 года, а 46 лет всего управление, у него рядками стоят татары, на камнях стоят с поверенными статами сельхозмашины, но когда он открыл МТМ, я заходу, три татарных цеха, танка стоят, я нажимаю все работы, а у нас давно их на металлургах дают, и такого человека, да, давайте, говорю, там, Гладов, героя, он сам кавказец, у нас отношения с СССР такие, ну давайте на урден дадим ему, вот сейчас они там думают, единственное предприятие из 52, который живой остался, а вот День и Пустыня не было, 17 июня, первый канал мне сгонит, Гассей Иванович приедет, мы вам просим, покажите, я поехал к нему, мы поехали его посадку смотреть, последние 2-3 года, красота, почти 100% выживаем с членниками, лес стоит вот так, и у нас же там, вот у девчонок тоже так же, да, но не идут, а вот те, которые посадили, да, ничего нету, голости, а деньги взяли, миллионы, а никто слушать, никто ничего не хочет, в общем, это проблема, если возможно, да, пожалуйста, я вот эту проблему рассказывал, Яхнюк, депутат Госдумы, Ценинградского, вот все вот там придут, потом Астраханский депутат, Дагестанский, ну они там список есть, протокол и так далее, да, ну, они тоже молчат, где решим, они мне обещали, что в Госдуме сделать, пригласить, поговорить, тишина, Я им в открытую сказал, знаете что, вы сейчас свою проблему решаете, как удержаться на следующий срок, или как квартиру в Москве взять, плюнул на них, и ушел, тогда они вдогонку мне на 1 мая просылают почету грамма Госдумы мне за яркую речь. Катерин, а вот просто предложение такое, по производственному центру, если, например, значит, мы организируем сейчас письмо, Мукашин сегодня являетесь председателем граммитета, значит, аргенует письмо на уровень Батрушева, значит, все-таки они чтобы рассмотрели вопрос о производственном центре, если его открыть, поддержка, например, скажем, там, мы других депутатов делаем, со стороны, скажем, вас там, да, и других этих предприятий, которые у вас есть, вы говорите, что необходимый состав, спрашивается, поддержка будет, чтобы именно там мы, чтобы мы возобновили, и так оно должно быть, что мы, два, два, есть, у нас филиал-дэгистане есть, он же куда-то, да, филиал-дэгистане, а площадь открытых письмов больше всех калмунхи занимает. Значит, когда мы сейчас с Николаем Васильевичем переговорим, переговорим с Кашевым, значит, что вы развязали, но вы, с моей стороны, с аргендуйте письмо такое, чтобы производственное... Да есть у меня, я теперь понял, что с Мишустерной толку не будет, потому что у него проблемы много, и так далее, он уже забыл про этот песок. Единственное, сейчас я, что вам хочу сказать, повторить, путь тот же, как в 2005 году, я объезжал все субъекты, главы субъектов, у меня оригинал сохранился, подписанный Магомедовым Дагестан, Черногоровым Ставропольскому, Жилкин Астраханский, Юлинжином Колмыкия, вот это письмо. Есть, да? Конечно, есть у меня. Я в музей хочу сдать. И точно такое же письмо сделать, сейчас, на сегодня. Я уже с дагестанцем переговорил с данными периодами. Ну, все там, друзья, первые замы, там, эти, они говорят, давай, давай, никто не откажет. Давайте мы его запустим сейчас. Запустим. И вот тогда, когда вы заявляете, это будет... Мы планируем проявляемые условия, что мы... Вопросов нет? Да, ну, давайте вопрос. Более того, давайте пригласим тех людей, которые работают с ним, в других регионах. Давайте межрегиональные сделаем. Давайте на следующей неделе сделать, допустим. Это должен быть на уровне национального проекта. Проводить, создавать вот на базе как раз Калако-Черных земельщиков, создавать центр. Давайте, я так, я хотел в этом деле дилетант, да, я просто советую с вами, значит, вы поймите, что круглый стол за неделю не готовится. Значит, Константин сейчас сам вам скажет. Дело в том, что если он будет, мы ему готовы помочь. Принять там на два дня людей, выступить, значит, телевидение там и все остальное, значит, выйти с предложением на федеральный уровень. Вот это да, мы можем помочь. А там вот внутри выступление, там кто-то должен подъехать, там спускают. решат специалисты, потому что вопрос очень серьезный. На сегодняшний день просто недопонимают или не доходят руки к тому, что правильно говорят, что сегодня мы с думаем, значит, решают вопросы остаться там задней своей на окресле. Им дают ничего. Поэтому давайте общее предложение мы готовим. Вот я сейчас на сегодняшний вопрос у вас, да, вы говорите там триллионы, там украли триллионы. Вот на сегодня закрыть проблему черных земель и гизгарских пастниц, там надо необходимо разработать с 22 по 30 год конкретную программу по этому вопросу, и стоимость этой программы 8 миллиардов вот это. всего весь и то не в один год, а 8 миллиардов. И должны заниматься специализированные предприятия, которые непосредственно этим занимались и знают, как это делать. Пока еще. экспертный центр и не поопустынивание, а только как раз поопустынивание. нанимает ростовский институт, в который две женщины приезжают и первый вопрос который задают, люди все это нам джузлом покажут, что это такое? Это что за туристика? Уехали, написали вот такой том оценки экспертной. Я почитал, посмотрел с интернета, с книги понаписали, все туда полтора миллиона заплатили. Как это понять? Министру МВД денег не жалко. Хотя эта работа здесь стоила максимум 300 тысяч. Будем все что там говорить? Да, если говорить, я вам три дня говорил. Мы хотели бы на самом деле, чтобы вы мне обратили внимание на ту проблему, которая существует. Астрахан уже получила несколько песчан весной этого года, которые показали уже по иной иной. В прошлом году до Краснодара соответственно наш песок от вас пришло. Казахстан пришло. Более того, Казахстан наш. Более того, все говорят песчаный будет, там пыльные бури. Это пыльные бури. И шок, и шок, и шок туда не поднимем. Конечно. Это деградированный фальпич, и такой верхний сход уже превратился, вот он поднимается. А все как бы о, песок. Вы это дилеканты. У нас кандидаты на рук тоже такие же булевые. Я тому сказал, так вот сейчас десятая дорога у меня отходит. Мы на самом деле хотели бы, чтобы и только к вам, мы соответственно будем стараться в профсинкре, потому что та проблема существует, она на самом деле глобальная, и она уже выходит даже за пределы, наверное, межрегионального даже. Да. Потому что это уже по сути международный проблем, потому что рядом с Казахстаном. И соответственно эти проблемы надо решать. А вот то, что заявляют сейчас наши чиновники о том, что у вас превышена численность поголовья скота, которая привела к опусте. Это в русский говоря нет. Потому что вот по последним данным на сегодня в Дагестане 4,5 миллиона одес, в страны 1,8 миллиона, а в староходе в стране 1,5 миллиона. Но к этой зиме 7 миллионов дай бог если миллион останется. Давно люди уже все кавказцы убрались отсюда и унесли. Проздали и даже в Россию ушли. Это здесь бедные кавказцы остались и некуда уходить. И между кавказцем и кавказцем по содержанию разница большая. Если тот может 3 тысячи где-то наш 300 голов. Это единицы есть, которые тысячу держат. Единицы. Вот этим надо сегодня помочь. Власть должна помочь. У нас Кичинеры с королевами, налогиобеды с королевами и так далее. Надо в аренду за счет республики взять и передать этим. Не передать, а их пустить туда. Назвем, чтобы сохранить. А об этом никто не думает. Понимаю. Ну в общем если конечно так понимать там на самом деле целый ряд проблем из-за чего произошла на пустыне. но сейчас надо уже бороться с тем то, что уже есть. Константин Манш сказал 120 тысяч гектар. А саранчар в этом деле какой-то ролик тоже играет. конечно я ж говорю там целый скоб проблем поэтому как бы сейчас просто так сказать что это виноват фермер мне это абсолютно не так. Это целый скоб проблем но тут уже искать чисто просто сами проблемы тут надо уже реально бороться и бороться эффективно с этим делом. И дело в том то, что Константин Иванович как раз таки рассказывал за делом вопрос по девушкам предпринимательцам которые так же занимались борьбой с опустыниванием эффективно причем занимались получая не сами впрямую они были по сути подрядчиками у фермеров которые как раз таки занимались в опустынивании и сейчас их преследуют на них возбудили на каждом по 4 уголовных дела сначала в одном направлении то, что якобы они не высадили эти растения потом поняли то, что по экспертизе о которой Константин Иванович тоже рассказал что поняли то, что там до 100% высадка они начали перекрыть на другие статьи и тем самым они просто одевают вообще желание какого-либо предпринимателя КФХшника заниматься как правильно Константин Иванович сказал то, что 70% тех кто брали себе на карман непонятно что сажали в пустыню у них ничего не выросло они там с кем-то поделились чтобы на них ничего не возбуждалось и все они ходят нормально а те кто непосредственно занимался у которых целые поля сотни гектаров зашедшего жиздуна по ним как раз занимаются девушки у них маленькие дети они самостоятельно их воспитывают их сейчас преследуют запугивают я был с самого первого дня как их запугивают и сейчас я хотел бы если позволите Николай Васильевич они тоже выступят пару слов конечно Баира Цегаменко просто это те проблемы которые без внимания федерального центра я просто это я вам и отдам для наглядного примера и вообще чтобы ознакомиться вот это были участки по которым идут уголовные дела на момент приживания то есть нашего ознакомления осмотра участков через полгода это вот съемка квадрокоптера это уже идет прямо на вот этих пустых барханов у нас идет вот такой результат то есть а чтобы высоту показать сейчас покажу покажу я сейчас вкратце постараюсь все это быстренько рассказать как что вообще произошло мы просто не знаем кому обращаться за помощью потому что уже так понимаем что вы здесь полистаете увидите высоту сравнительно со мной в общем я вот так вам передам и мы сразу хотели обратиться именно к вам в письмо показать содействие в объективном расследовании я сама являюсь индивидуальным предпринимателем главой крестьянско-фермерского хозяйства у меня есть коллега у меня очень хорошо дружим моя подружка Светлана Инкеева вот она со мной она тоже глава КФХ тоже индивидуальный предприниматель кроме этого у нас еще есть квалификационный центр помощник вот я раньше работала в министерстве сельского хозяйства республики Калмыкия и когда туда угостилась мы открыли частную организацию со Светланой и помогали нашим фермерам на сегодняшний день у нас 100 фермеров которые обслуживаются на годовом абонентском обслуживании мы им помогаем формировать пакеты документов на получение субсидий грантов на отчеты бухгалтерскую налоговую и так далее вот мы видим фермеров ни один из фермеров недоволен ну нету чтобы не было недовольных ни таких кто убежал от нас с жаловами какими-то работаем официально всем все чеки все как полагается выдаем и на сегодняшний день тоже так где-то порядком 5-6 лет назад мы стали еще заниматься борьбой с опустыниванием фитомеллиорации мы начали с чего с того что к нам приходили фермеры у которых уже начиналась деградация пастбищ обращались к нам с вопросами фитомеллиорации а мы так как консультанты должны были первого череда сами знать всю эту технологию если мы по животновозу там растение востудование в консультации по грантам начинающей ферме семейное животноводство то это мы вообще совершенно сами не знали и вот Николай Васильевич мы сами вот со Светланой тогда вообще у меня маленький ребенок был Света еще не была дочи тогда даже мы сами с ней ездили учились на эти барханы у кого идет деградация у кого идет опустынивание мы садились на трактора ездили в тракторе смотрели технологию работали на лесопосадочных машинках абсолютно со всеми нашими учеными даже которые уже на пенсии есть даже такие которые 62 года стаж со всеми ими работали все методички полученные изучали то есть мы всю эту тему изучили полностью георетически потом мы стали практически применять уже на участках наших христианских хозяйств вот и получается мы работаем сезон отрабатываем на следующий период мы переходим на другой участок два года этот участок становится это первый цикл посадка джузгуна она задерживает абсолютно песок мы эту технологию вместе с Константином Ивановичем и на круглом столе вообще мы хотим методичку написать мы готовы со всеми делиться это первый цикл после того как принимается джузгун редками между ним сеется трава и причем не просто трава а именно многолетняя и кормовая то есть если у нас сейчас пастбище скудное то вчерашний бархан может стать как раз кормовой базой для наших овец коров и так далее вот но вот я именно к вам Николай Васильевич обращаюсь в прошлом году я была участником одного из митингов наших тут у нас внутри но выступала там не как оппозиционер не как кто-то меня там попросил ишь просто от самого себя патриот своей республики я приехала и начала говорить о том что сначала дайте работу нам людям которые здесь останутся при любых обстоятельствах мы будем улучшать и землю и нашу экономику понимать и детей здесь воспитывать мы никуда не уедем дайте нам работу и не просто работу чтобы она была достойной чтобы мы никуда не уезжали потом ради Бога кого хотите приглашать после этого начались вот как раз таки преследования уголовные и получается Светлана она вообще вот просто попала под это всю мясорубку начиналось уголовное дело в прошлом году Николай Васильевич с того что они говорят что мы высадили 30% на той территории это я понимаю точно был заказной отчет во-первых он не экспертиза тем не менее несмотря на это наш МВД заводит на нас дело сначала район заводит район в МВД переводит обыска проходили у меня дома у Светланы дома у моих родителей у моей бабушки престарелой которая вот уже не стала она вообще переживала это не для того что утрировать сейчас вот эту ситуацию а вот она очень переживала муча что происходит почему за тобой люди приходят там что-то изымают в общем такие гонения гонения Николай Васильевич за нами были мы все равно работали там пытались ага потом аж в декабре назначать экспертизу тогда когда вообще уже период вегетации закончен листьев на деревьях нету они назначают экспертизу в декабре месяце тем не менее приезжают эксперты с Ростовской области приезжают они с неба съемки делали с землесъемки делали со всеми измерительными приборами со всеми делами в общем все это они замеряли замеряли уехали по результатам их экспертизы приходит заключение о том что у нас 90-100% посадки ну объем выполнен да в полном объеме на всю площадь получается то на чем заводили уголовное дело что мы 30% посадили это экспертиза Ростовска на аннулирует ну у нас с Секланой руки сложили думаю все сейчас понемножку и вот закончится преследование дальше начнем работать и как бы руки опустили кроме этого мы сначала за защитой не зная куда мы стали в интернет выходить нам в следствии сказали вы мешаете вы можете через интернет посредством общественности мы можем какие-то данные которые следствию нельзя там оглашать мы можем озвучить запретили нам выходить мы недавно опять стали выходить буквально недели две назад мы написали письмо в генпрокуратуру Краснову Титову написали Калинину письмо написали от амбуцмена потом хотим на каналы ютуба пообратиться к вам обращаемся нам даже очень повезло что именно в этот период мы прям не знаем кому обращаться за нами никто не стоит никто нас никуда меня не отправляли на митинги но сейчас такая ситуация что нас приводит к тому что нам доводит что условный срок у нас все равно будет если условный срок во-первых мы и работать не сможем в этой сфере во-вторых ну это просто имя вообще мы опозорим я согласна вот кстати вы знаете мы готовы вот первый канал это приезжали к нам у нас на наших именно участках тогда какая была ситуация шла тема борьбы сопустынивания первый канал снимал и в конце ролика нужно было показать самые показательные участки на территории региона нам звонят с главкой и говорят девчонки вот у вас самые хорошие участки давайте мы к вам приедем давайте приезжайте в Бергин приезжают они в Бергин мы же поснимали все но это только два месяца было такие росточки но все равно они видны а сейчас вот там видно они уже где-то мне по плечу именно по этим участкам идут уголовные дела но сейчас мы ко всем обращаемся и за помощью и за всем почему потому что ну обращались и к руководству нашей республики в общем сказали что что все у нас будет нехорошо вот поэтому мы к вам обращаемся за помощью за оказанием содействия объективно провели я же даже в интернет ухожу и говорю если мы преступники если мы наворовали эти миллионы деньги тогда покажите хоть один участок в регионе который пусть даже не превзошел нашей не будем соревноваться хотя бы уровень того как мы должны тогда сажать у нас знаете еще вот мы когда работали в поселке Бергин у нас на участках работало 104 человека из них 50 это разные участки это вот которые мы до в 19-м году весной сажали а это 19-й год и 20-я зима и весна и у нас получается 50 человек бергинцев работало прямо в села нам удобно то что не надо людей вывозить это же лишнее питание проживание даже купаться элементарно поэтому местные жители но и местным было хорошо никто не уезжал с мест куда-то на заработки сейчас я со многими на контакте до сих пор они говорят если бы приехали со своим джузгуном или с посевом трав мы бы остались есть такие семьи четверо детей детей девать некуда она говорит я за двор не могу выглянуть потому что я уже абсолютно всем должна должна в магазине вот просто есть нечего и мне звонит как будто я такой основной работодатель и она говорит я вот не знаю что делать и максимум что мы смогли сделать Николай Васильевич со Светой мы взяли этих двух мальчишек из своей семьи и помогли им в этом году поступить в детский корпус потому что из-за собой чувствуем какую-то вот совесть мучает то что мы приезжали 50 человек стабильно работу имели кроме того что они имели они точно знали что следующий сезон мы тоже приедем мы не собирались поработали чуть-чуть деньги типа там отмыли и как там делали на другое прыгнули мы очень долго стояли в одном из вот поэтому получается и социально-экономический сейчас коллапс идет именно в том селе в Биргине они прям очень ждут нас а мы очень просим чтобы нас прям оправдали я даже боюсь представить что нам дадут условный срок если нам дадут условный срок я вообще не знаю как я останусь если я вообще в республике такая вот просьба так вот горячо кратко и ну хорошо хорошо вот а вот эти презентации мы прям вам хотим отдачь чтобы вы посмотрели мы готовы работать идем и ночью ребята у нас трудовые и сельчане ну у нас очень поджимаются руки получают шубсидии денежку значит на восстановление и на корову и все остальное все лиси конечно они находятся потом людей но это я понимаю самое главное у нас она патриот в республике она сказала то что она думает ну в принципе здесь ничего не против власти она просто озабочена тем что творится спасибо значит друзья есть у кого еще выступление пожалуйста я коров здравствуйте у меня просьба я хочу проект калмыкии протолкнуть может быть поможете то есть я уже 4 года как бы изучаю у нас в 80-е годы были виноградники то есть у нас люди занимаются виноградством у меня несколько поселков то есть у них был виноград самый дешевый самый простой и эти совхозы были миллионниками ну в 90-х все это развалили как везде то есть у меня хороший друг Чабанюк Анатолий Иванович он занимается виноградством 2 года с ним дружу то есть он мне показывает как это растет и он говорит первые три года я буду с тобой рядом я тебе помогу если ты будешь это поднимать у нас перспектива в Кармыкии у нас солнце зенит очень бешеное солнце у нас виноград созревает на 2-3 недели раньше на Кавказе поэтому у нас перспектива очень большая и для винограда то есть ему не нужна там черная земля ему не надо много воды ему надо солнце то есть я вот хочу этим заняться а мороз морозы здесь минус 10 максимум в основном то есть морозов таких морозов нет то есть у нас перспектива очень большая по винограду сейчас вот у меня проект есть небольшой но я пока на 10 гектаров готов но то есть я хочу не только для себя я хочу это в социальное вести на капельное орошение и воды там весной буквально 2 недели он заливается а потом по чуть-чуть там не надо там тоннаж какой-то водопровод там все по-простому там было по электричеству рядом а в каком районе здесь у кого листы я хочу еще в 1906 году Николай Второй утвердил проект по разведению виноградников в Астраханской области там когда-то купец в Арвации грек имел виноградники но не знаю как здесь но в Астраханской области 20 лет один раз 40 а вот все по-простому забывали то есть если эти проблемы тоже все это улажит есть на практике как с этим бороться но здесь такого нету опасности в общем если поможете если можно я бы этот проект буду готовить люди помогают ну то есть я хотел как смотрите ну это как я вот недавно открыл хочу чтобы ну часть конечно я буду там для детей там 3-4 гитары чтобы у меня семью ну что там чтобы я мог отставить у меня уже 43 с лишним лет а остальное там 10-15 гектар я хочу чтобы это было республиканское я буду на этом работать буду молодежь затаскивать то есть есть люди которые горят до глазами потому что я им обещаю это здорово и мощно куда собираетесь сгибать виноградников в общем когда я сейчас расскажу коротко когда я 4 года назад работал на Крымском мосту ну Крымский мост когда он работал то есть я эти балки сам собирал и мы со стороны Тамани жили и я вот эти виноградники сначала вот эти чепутки черное поле то есть я думал как в аду страшно ну то есть это зимой когда приезжаешь вообще все черное потом по месяцу вахту уезжаешь приезжаешь все зеленое попадаешь в какой-то рай ну уже вообще вообще другое понятие да неинтересно ну до горизонта а потом например вахта приехала назад вот такие вот грозди вот такая вот как сатай у меня это короче мое сердце это забрало в тот момент и все после этого у меня в голове стоит я хочу этим заниматься да ну хотел бы одно другое но я понимаю чувствую что это мое я хочу с землей именно работать и перспектива я ездил вот волонтировали мы с Натальей Ахай работали в том году около двух месяцев мы ездили по костюмам которые развозили ну бедным людям еду скажем да там два пакета еды они бедные порваны я не знал что у нас комыки какие бедные люди я знаю ездил по другим все я разговаривал с ихними старшими ну старшинами да с дедами они говорят если надо будет мы всегда поможем я могу вот этих несколько сел людям помочь я им дам работу не будет ну он через два-три года через три года да он дает ну люди хоть какую-то копейку а у них будет уже надежда на завтра понимаете а деньги там хорошие можно и награть а фас быту вот я про Тамань Девина Тамань с людьми встречался тогда ну они там работали в одно время то есть у нас как сегодня здесь завтра там общался мне просто интересно было да он зародился да я этим начал нашел людей поговорил пообщался я говорю а куда вы что вы где эти вина я говорю ну это вино само остается вообще просто у меня такой вопрос да он говорит здесь ничего не остается там третий четвертый сок ну то есть сошметки скажем по другому а соком они отправляют в Европу то есть Италия Франция просто сок то есть если ну есть несколько у нас людей которые кроме меня еще несколько человек которые хотят тоже заниматься иногазом по 10-15 гектар скажем так если у нас будет уже коллектив хороший 4-5 человек которые будут у нас уже будет сумма большая если мы сможем там 100 тонн да там больше 200 тонн но у нас уже можно то есть это уже в Россию то есть этим можно заниматься всегда перспектива большая потому что в России винограда мало на самом деле пишут но это знаете как для глав все есть все у нас мясо есть но на самом деле его мало вместо меньше 100% должно 20% 18% винограда вообще есть в России Николай дело в том что я недавно был в Абраму в Абраму и общался с директором Абраму в Абраму в Абраму поможет их архитолог и он спросил какая основная проблема с Дальковского Абраму он говорит отсутствие винограда дело в том что Ивана и Испания закрыли сюда Абраму сказала что в России в законах что вино считается только из винограда который приобретет в России то бишь если с окон не забудет заглядеть то все из этого если пройдешь виноград ты не можешь поворот выбрать вино и у них говорит это самая основная головная пирог вот этот был она говорила самое большое задерживать нет винограда вот то что там Крым Краснодар Ставрополь Ростовская область и Северный Кавказ выращивают вообще нет я говорю а вы сколько экспортируете вообще свои пирогицы они практически ничего не экспортируют все и здесь надо на российском импульсе то бишь производственные мощности позволяют производить больше не тут стреляют они продаются здесь и за границей но рядом у них церкви где они действительно дружные Африканские республики привозят первое тело там у них нержавеющие колонны стоят они делают вино но это уже так сказать порошковое и всякое это уже не марочное на 2 минуты смотрите здесь сейчас программа буквально несколько лет Ставропольский край вот эти субсидии кто-то на гранту у них сейчас Волгоградская область начали виноградовство у них прям хорошие поля они заняты буквально 4-5 лет у них то есть подъем начался по виноградовству именно просто если у вас есть возможность помочь и вот проект у меня буквально через месяц я сейчас землей занимаюсь мне нужна земля ребята помоги подскажут вот здесь сейчас автостровики мне помогают если я эту землю возьму там больше 20 гектаров то есть у меня уже этот проект будет привязан к этой земле да ну или может к вам подойду через вас хорошо я понял Владимир Петрович давайте сделаем таким образом я просто докладываю вот сидит мои коллеги депутаты на печете мы рассматриваем вопрос значит бюджет республики закладываются по виноградовству значит средства и кстати хочу сказать что они в общем-то не полностью осваиваются мы задаем вопрос мы задаем вопрос почему значит сегодня у нас в республике значит так с учетом ученых людей постоянно занимающими значит виноградовством и так далее и так далее считается абсолютно по климатическим условиям подходящее место я в принципе почему я говорю Чебуника я знаю это человек который в республике Калмытия занимается напряжением десятилетиями на летах и виноградарством и он говорит получается великолепный виноград и винный виноград и виноград который можно столовый имеется в виду чтобы можно ее употреблять на население и он это кстати является человеком который буквально все почти земли он говорит все земли вокруг города Листы можно использовать значит так под виноградарством и в принципе я знаю что один из моих друзей значит Геннадий Батнер прямо здесь вот где недалеко от города у меня там было поле было значит так которое занималось железобетонными изделиями он там взялось и в принципе я помню что по-моему лет 5 по-моему вино пили с моделем который его делается великолепное и все остальное то есть у нас есть за сядки поэтому если у вас готовы бизнес план готовы какой-то момент мы готовы переговорить и министерство финансов значит так вот с моими коллегами и на уровне министерства сельского хозяйства значит что туда ну как в шалке вроде взялись потом бросили потом еще что-то там насколько я знаю там Виталий это путь такой жизненный если ты за него взялся сядал это до старости ты с ним не не я понимаю просто еще раз говорю у нас в бюджете заложены эти средства просто их необходимо использовать если у вас довольно-таки серьезный бизнес план в отношении заниматься виноградашем давайте мы совместным усилием попробуем в течение месяца все договорились вопросов нет говорили еще к этому одно слово к этому винограду извините что время у вас занимает смотрите я хотел спросить может быть вы ответите или как с этим бороться скажем так смотрите у нас аренда дается для СП для тех же Чапану так же я например 15 лет 49 лет по максимуму почему только в Халмыкии я так понимаю что мы не можем эту землю купить выкупить собственно вот этот вопрос как вот этот вопрос решить может быть можно дальше узнать я понял с учетом того что коммунистов в Компартии вообще против продажи земли потому что мы считаем это вообще это жизнь необходимая вещь драгоценность без земли человек не может вообще жить и поэтому продавая его в одни руки или что-то делает значит так мы что делаем мы человек открываем вообще от земли мы его делаем вообще каким-то бесхозным землю делаем или же наоборот получается в одни руки продаем вы знаете о том что на Белгородчине все земли скуплены они находятся в частной собственности которые я их поддерживаю завтра например вы не сможете ходить просто и проехать на машине пойти в пруд например покупаться там и все остальное значит конечно есть какая-то часть земли надо продавать собственность но имеется ввиду конечно гектар это однозначно вопрос другого характера земли вечное пользование значит так еще есть понятие пришло в Советском Союзе аренда которая продлевается или же наследуема например это все вещи это можно допустить значит и на сегодняшний день сегодня скупка земли как вы говорите не дается например она дается в Российский Федерат значит ее скупает и после этого значит у нас есть случай когда пашня выкупает значит по несколько тысяч гектаров значит так и она сейчас находится в запустении и ничего мы не можем сделать почему потому что законник предусматривает частную землю каким-то образом заставляет человека на нее все заделать поэтому понимаете здесь двоякое просто человек может вложить свою жизнь туда а через 40 лет за землю ее забрали через 15 лет то есть давайте двоякое нет у нас земля не изымается если она используется по назначению если вы взяли сельхоз земли и используете их по назначению то у вас их не отнимут не через 50 а через 100 лет другое дело что почему сейчас ограничена собственность но Никонай в частности сказал дело в том что изъять ее потом очень сложно очень сложно вот сейчас 40 миллионов гектаров пахотных земель у нас не в обороте заросло уже не бульяном уже лесом заросло уже корчевать надо там ничего не пропашешь самое главное что когда кубную продажу земли ввели то ее начали продавать и лицам в том числе безгражданства что это за лицами безгражданства я не знаю что это за такие люди цигарки что ли деньги есть покупать эти люди есть положение у нас республика культирует год три пять от силы это коренному населению дают на это а другим дают на 25 лет на 49 лет это что вы говорите дайте такому на 25 лет на 49 лет местному который никуда не это точно такая же картина но разбирался мне друзья мои из Лиманского района дураках как говорится дали мне список наших земель астантамской области переданные крестьянские деревни и хозяйства там человек пять которые получили там казахи русские получили на 5 лет а все кавказцы получили на 25 49 лет а кто заедет в лед долг ну вот знаете что вы делите и вот еще хотели это уже не как предприниматель а как руководитель комплекционного центра так как мы консультируем на субсидии и так далее мы прям столкнулись последние два года с тем что именно организация Росреестр она не регистрирует более трех лет у нас сейчас большая проблема у фермеров у которых заканчивается договор аренды чтобы продлиться и участвовать в гранте у них должен быть проект и земля оформленная на не менее 5 лет да но наш Росреестр по республике Калмыкия это даже Николай Ильич больше вот к вам Арслан Борисович к вам больше вопроса к депутатам Урала чтобы вы подняли этот вопрос почему потому что наши фермеры ну стонут во первых то что они не могут продлиться не могут участвовать в господдержке в виде грантов и Росреестр никак не объясняет просто не ссылается на внутренний свой приказ Росреестр мы же им задаем вопрос как люди вот даже мы с коллегой да моей мы как главы КФХ мы разве будем деньги вкладывать в землю которую мне дали на 3 года вот если логически мы постараемся максимально взять из нее и уйдем и вот даже был такой пример у меня в жизни я работала один сезон в республике Чечня в Алпатова на Урский район тоже по посадке Джузгуна и кстати он там тоже принялся и чеченцы довольные что калмычки приехали и помогли пустыню задержать вот и там у них какая практика хорошая и вот мы хотим это или письмо если нужно будет коллективное фермеров написать или вот как лучше к депутатам Курала обратиться у них у них есть такая практика если ты на своей арендной земле производишь восстановление пастбищ деградацию то есть делаешь подсев трав кормовых культивацию выкорчевку где-то в ней зачистку каналов и так далее они автоматически уходят от арендных платежей то есть их арендная плата есть но она приравнивается нулю и при этом бюджет республики Чечня не теряет почему потому что чем вот эти деньги имеющиеся у меня у фермера который я заплачу в бюджет который где-то там через еще несколько бюджетов дойдет ли на мой участок непонятно а тут раз это в моих я вкладываю в землю сдаю документы о том что вот у меня пастбище улучшается но за это я знаю что я в аренде но в нулевой оплате как предложение тоже это уже это обоиспредложение которое мы говорили всем субъектам по коренному улучшению они не коренному занимаются а поверхностной там делится коренное и поверхное поверхностная самая легкая которую может сам христианин сделать коренное там надо честно выпускает и вот только Чечня этим пользуется а у нас не черта вот я вот воевал три года 150 тысяч гектаров земли тупой вот всего латали за как подарок соответственно не просто так и что бегал бегал с работы меня сняли я через два года вернулся оттопил три суда мы все 150 тысяч гектаров забрали собственно с Калмыкии а они были бегали на 49 лет и все и вот так своим не черта а пришлом позвонок добрый вечер я представлюсь сначала Катаева подбавка ныне пенсионер бывший учитель русского языка литерат что я хотела сказать во первых я хотела выступить в поддержку девочек которые занимаются борьбой со пустыней я действительно из этого села я там родилась я прожила там 40 лет потом по семейным обстоятельствам я уехала в Месту потом в Москву теперь опять вернулась уже по годам на пенсии но пришлось заниматься теперь уже другим об этом я хошу вот что касается Бергена действительно это наверное Константин Иванович не даст соврать а самый такой регион который пострадавший от опустынивания действительно я вот недавно была там 9 мая там у нас открывали вы были никого нечь открывали мемориал папших землякам вот и значит была страшная песчаная боли помните вот да и я мы с сыном поехали я сыну говорю слушай когда мы здесь жили такого вроде бы не было вы знаете глаз невозможно открыть мы два часа стояли на этом митинге да это было что-то страшное ага а он говорит мама а тогда где было такое песчаная буря ты посмотри как песок уже лежит в центре села я поехали на машине облинулась да и действительно посреди улицы вот такие вот холмики уже понимаете то есть если когда я жила тогда я была самочем в своей школе и я привезла когда-то в свое время такую идею заниматься проектной деятельностью чтобы дети занимались проектной деятельностью да и даже подсказала учителю биологии такую тему для проекта для исследования изучение движения песчаного парха учительница это ухватила за эту идею и она стала проводить со своими ребятами со своими учениками исследование вот они пошли такого-то числа такого-то года они это зафиксировали и забили колышки да вот сегодня эти парха находятся вот здесь и идут через месяц смотрят а они уже на метр проведулись и вот так вот они изучали движение этих барханов и через год эта учительница со своей девочкой поехала в город Долгопруд на всероссийскую научно-исследовательскую конференцию учащихся и заняли они со своей работой третье место в России вы понимаете это это был фурор почему потому что вот такое исследование у нас в республике наверное ну не буду говорить о науке но о школьной науке да тем более когда это сделано местными людьми да это не придумано в научных кабинетах а это действительно измерено вот этими ручками детскими и вот третье место они заняли и вот те ученые которые были на этой конференции они были в восторге от этой работы вот и действительно много этих барханов тогда не было в селе в центре села и посреди улицы понимаете вот а сейчас они у нас посреди улицы сейчас глаз невозможно открыть ага и люди живут вот в такой вот ситуации когда жизни нет практически воды нет тут говорили о Баршане два километра а это 300 километров где эпицентр опустыривания воды нет круглые сутки дует вот этот ветер который поднимает эти песчаные бури но жизни жизнь очень тяжелая но люди там живут стоически живут героически живут понимаете вот и я даже сама вот я говорю ба с одноклассницей встречаются ба девчонки как вы живете как вы а они говорят ну а что делать что делать живут и вот этим девочкам великое спасибо за то что они занялись борьбой с этим опустынем понимаете но почему я хочу сказать почему вот такой героический труд я не побоюсь этого слова вот я когда поехала на помните на открытие ступо просветления я поехала это было осенью ага я увидела этих девочек я увидела этих ребят они были одеты в рабочую форму ну вид конечно не вселяющие так сказать хорошего настроения или позитива да и живут они сняли домик они сами себе готовят еду сами себе баньку топят и живут там месяцами оторваны от детей от семьи и прочего и вот из-за такой труд на них значит заводят уголовное дело и проводят обыски и так далее и так далее унижают оскорбляют я считаю у человеческих достоинства да это где герой надо их пример показывать распространять награждать да чтобы другие такие же нашлись предприниматели которые в других районах эти заднились правильно а у нас в республике вот так понимаете вот где логика вот скажите пожалуйста где логика а логика вот в чем я вам скажу это правда уже не относится к теме усыливания да и к теме предпринимательства почему потому что я не предприниматель выкладки вам экономические производить не могу и терминами вашими я сыпать не могу вы позволите мне да есть еще такое дело вот в чем дело в том что Якоби Баира 5 октября санал 19-го года выступила на митинге против трапезникова а почему я пенсионер сижу дома обыватель простой да ага слышу о назначении выхода из Донецка значит человека открываю интернет я владею интернетом ага открываю смотрю на нем и печать интернет поставить вы понимаете он уже с молодости начал заниматься всякими махинациями и так далее и так далее на нем печать не приносит я ужаснулась я прошла на ужас ну как это так неужели не может быть такого да и пришла на митинг и увидела молодых людей патриотов которые действительно тоже были озабочены этим назначением да это бы непонятно кого ага и это самое а да я изучила внимательно его биографию и с коронавшом в руке я как учитель люблю работать это самое хорошо в смысле документально ну такой пример и стала выписывать из его биографии цифры и что же я вижу два года вот здесь один вот здесь два года там три года там вот скажите мне пожалуйста Николай Васильевич может ли человек работая два года там три года здесь вот там получить как наш глава Бату Сергеевич сказал имеет колоссальный опыт градоначальника супер сити конечно против Бату Сергеевича он конечно я говорю он настоящий литун я подумала Бату Сергеевич он настоящий литун когда человек работает 10-20 лет вот как мы тогда мы становимся подписанами правильно а когда один год там два года там извините меня хоть что говорите но я никогда не поверю и вот такого человека к нам назначили работает как он работает вы сейчас слышали что нет воды два километра сделайте чтобы он улетел и от вас а вот вы делали а Кремль поддерживает Кремль поддерживает куда мы против Кремля ну и то мы выступаем против Кремля вот ага и вот и что я хотела сказать и вот то и смотрите вы вот такой Баира выступила на митинге я выступила другие ребята выступили мы оказались кто мы оказались врагами народа мы оказались оппозиционерами об участии в политической деятельности у меня и в голове помине не было понимаете я обыватель я пенсионер смотрю в своих лучах значит да занимаюсь потихоньку репетиторством ты понимаешь да и тут значит на меня зовут уголовное дело да или как административное дело да в полицию тащит значит меня в суд меня почетного работника образования Российской Федерации лауреата международного конкурса методических разработок Ахана Костя победителя конкурса Гранд Москвы вот что я должна была чувствовать и ощущать они они добились обратно понимаете они хотели нас зашугать простите за просто личное запугать застращать запретить но добились обратно понимаете теперь я оппозиционер как и многие другие то есть я хочу сказать вот я к чему это веду вот я к чему веду к актеровой политике нашего Владимира Владимировича Путина уважаемого короче вот 30 30 лет наша республика в хвосте всей планеты планеты все а почему вот спрашивают почему а благодаря Владимировичу потому что назначает нам Кирсана Николаевича который начал называли потом Орлова который до конца чуть ну вот и вот этот пришел до конца понимаете то есть присылает нам зато они как-то они закончили московский вуз да не нужен пусть они закончат наш университет но это будут сыновья чабанов агронов зоотехников директоров совхозов но дети из села которые знают все наши особенности сельское хозяйство хорошо знает вот из них вот из них получатся хорошие специалисты понимаете а не из того Орлова который закончил и Рухи Гомжилин который закончили его и Хасиков вот что мы имеем почему я почему-то говорю потому что вы Николай Васильевич вы из верхней вышел на маске вы бываете везде вы вхожи везде вы то есть вы можете сказать что в регионах поднимают вот такие вопросы а такие не проколы в кадровой политике не ошибки в кадровой политике я считаю это преступление что вот такие непрофессионалы далеко стоящие находящиеся от производства от регионов такие люди назначаются главами регионов и вот сейчас Владимир Иванович да здесь Владимир Иванович говорил о том что как его в Москве встречали да пацанат который простейшим понятия не знает где республика Калмыкия находится не знаю вот то есть к власти приходит кто пришли вернее уже кто непрофессионалы и невежды и вот поэтому Россия где власти понимаете вот что дело в нашей программе КПРФ первый раздел в программе как раз стоит о кадровой политике ну патрушек ну какой он министр сельского хозяйства ну я понимаю что он сын директора ФСБ но к сельскому хозяйству он никакого отношения не имеет а он набирает такие же послушных себе людей которые в сельском хозяйстве не понимают и понимать не должны там же вот вы слышали на 20% как от сократить высший эшелон власти а почему а оказывается там по 20% вакансий в каждом министерстве вы думаете никто не хочет туда идти работать что ли хотя надо заплатить сначала чтобы туда попасть вот 20% лишний но дело в том что Мишустин сказал что сократили я не слышу чтобы сократили ничего не сокращается потому что это очень большие деньги хорошие так что говорить о том что какие-то специалисты какие-то специалисты где у нас специалисты вообще если министром обороны Шойгу значит который в армии даже не служил я уж не говорю про среди укола а в любом министерстве кто такой Манго да он финансист он никогда в производстве не работал кто министр экономики не экономист а опять же финансист все прошли через Минфин и только знают как экономить на деньги не давать никуда и возьмите кто ведь с примером вот сейчас Ольга Голодец чем занимается она занимается вакциной противоковидной вместе с этим с Грефом она заместитель Грефа Сбербарки вот они теперь макинируют нас и получают неплохие деньги вот и все вот и вот в связи с девочками вот что хотела рассказать вам чтобы вы признали и если возможно будет потом нам помогли вот в каком вопросе значит вот когда это произошло полмесяца назад мы услышали такое известие о том что в Бернин-Мимах в этом поселке намечается провести фестиваль сам как называется сам бёрст по английским не владеем немецкий бёрнг 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 что и уже назначены даты 23 июля по 29 августа 10 тысяч участников плюс представьте себе 5 тысяч обслуживающего персонала несколько тысяч техники единиц техники что вот эта масса людей народу и техники сделают с нашей степени они ее изъездят они ее истопчут а мы смотрели с сыном когда узнали об этом что это план продавали зашли на ютуб смотрели видео и вот что мы увидели это город фестиваль разравнивается территория то есть будут бульдозерами ее прочищать разравнивать то есть корневой вот этой почвенной системе какой будет нанесен урон вот это есть борьба со пустынем которую ведем наш глава а мы давайте им урагантный ветер закажем и как раз это фестиваль планируется на наше участие мы перенесли на 22-ое не отменили то есть мы подняли борьбу бергенцы значит жители юждинского района жители республики в соцсетях борьбу борьба была нешуточная но теперь они принесли на следующий год вернее фестиваль теперь опять придется нам как говорится бороться вот я напомню позволю себе просите меня что столько времени занимаем вот на самом первом митинге помните одяну души кричал крик души он кричал так я не хочу заниматься политикой политика сама приходит в мой дом и вы понимаете вот эти бергенцы которые живут где-то в отдалении на границе с Астраханской областью в этих песках политика к ним пришла и им пришлось возмутиться им пришлось встать и бороться за свои права и за этих девочек вступаются тоже политики чьи что это такое люди со пустынем такие деньги тратят такие силы тратят а тут им фестиваль такой приводит понимаете вот где логика вот где логика это идиоту такое голову не привел мы были вообще в шоке мы не поверили и еще они привели знаете что оказывается этот фестиваль поддерживает министерство культуры плюс они сюда привели центральную хуру золотая обитель буддер шоке огонь что якобы хуру поддерживает то есть грязными методами они пользуются ничем не бред понимаете мы обратились в центральную хуру в администрацию там нам сказали что ничего общего они с этим фестивалем не имеют никакого отношения не имеют и вот так то есть вот видите вот такая атмосфера в которой приходится жить работать и выживать спасибо спасибо вам друзья мои вы меня извините у нас Николай Владимирович приехал я уже знаете обедом и ужин не кормил он сидит уже скоро упадет ну я сущу спасибо что вы пришли поделились с нами я думаю что у нас будет еще время с вами встречаться в принципе на сегодняшний день в отношении наших девочек которые занимаются у нас есть какие-то определенные моменты мы например довольно-таки серьезные письма хотим направить и сказать все-таки и суда по МВД и естественно конечно если необходимо сгут и генеральную прокуратуру и все остальное и ВСК постройки ну и потом я послезавтра буду встречаться с главой администрации если получится я все эти вопросы поставлю у них глава администрации а у нас глава республики а у нас глава администрации Астраханской области называется понятно да еще раз спасибо удачи вам ну естественно конечно у нас анал с вами плотно работает я думаю через зиму мы будем так сказать с вами держать связь договорились удачи вам